Лиса и журавль Лиса с журавлём подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. Приходи, куманёк, приходи, дорогой, уж я тебя угощу. Пошёл журавль на званный пир. А лиса наварила манной кашей и размазала по тарелке. «Покушай, голубчик, куманёк!» Сама стряпала. Журавль стук-стук носом по тарелке. Стучал, стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе да лижет кашу. Так всё сама и съела. Кашу съела и говорит, «Не оббесуть, куманёк, больше почивать нечем!» Журавль ей отвечает, «Спасибо, кума, и на этом приходи ко мне в гости!» На другой день приходит лиса к журавлю. А он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит, «Кушай, кумушка!» «Право, больше нечем почивать!» Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдёт, и эдак, и лезнет его, и понюхает-то. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюёт себе да клюёт, пока всё не съел. «Но не обессудь, куманк, больше угощать нечем!» Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла не салон, а хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлём врозь. Субтитры подогнал «Симон»!